Новость последнего часа. Президент США Барак Обама призвал Конгресс в срочном порядке проголосовать за удар по Сирии. Незадолго до этого сирийский лидер Башар Асад тоже обратился к американскому Конгрессу взвесить все аргументы. В интервью французской газете Фигаро сирийский президент напомнил об опыте интервенции в Ираке и Ливии и предупредил о риске взорвать ближневосточную пороховую бочку. Тот, кто обвиняет, должен привести доказательства. Мы бросили вызов США и Франции, потребовав предоставить хоть одно. Обама и Оланд не смогли этого сделать даже перед своим народом. Если бы у американцев, французов или британцев было хотя бы единственное подтверждение, они бы его обнародовали в первый же день. Ближний Восток – это пороховая бочка, и сейчас к ней приближается огонь. Нужно говорить не только о сирийском ответе, но и о том, что может произойти после первого удара, а этого не знает никто. Над ситуацией будет полностью утрачен контроль. Пороховая бочка взорвется, распространятся хаос и экстремизм. Существует риск региональной войны. Уроженец Беларуси, лауреат Нобелевской премии по физике, вице-президент Российской академии наук Жирес Алферов, считает правильным, чтобы лауреаты Нобелевской премии мира инициировали процесс лишения президента США высокой награды. Хорошо бы именно лауреаты Нобелевской премии мира инициировали такой процесс. Я удивился, когда Обаме присудили эту премию. Я не понимал этого. Он не заслуживает Нобелевской премии вообще. Ее не за что было давать. Бомбардировщики и истребители, как известно, не прокладывают дорогу к миру. Вашингтон вот уже неделю наращивает группировку ВМС в Восточном Средиземноморье.